Здравствуйте, Накрасьте! Меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. Сегодня я отвечаю на вопрос, почему один и тот же цвет краски может красить по-разному на одном и том же клиенте. Существует множество причин, но есть две основные. Первая причина – это дата выпуска краски. На каждой упаковке, возьмем, например, гей-краску, есть дата выпуска, например, 11-16. Краски на данный момент 4 месяца. Сейчас она уже будет красить среднестатистический цвет, но если краска новая была выпущена месяц назад, два месяца назад, то она будет всегда окисляться дольше, и она будет всегда окисляться теплее и с основным пигментом тем, который в данном цвете. То есть, если это 0,3, основной цвет здесь желтый, то есть мы будем в процессе окисления видеть желтый цвет. Вывод. Чем новее краска, тем она будет дольше окисляться и теплее. Чем краска старее, то она будет окисляться в более холодный цвет и будет окисляться быстро. А если у краски уже прошел срок годности, например, где-то у вас завалялось саше, вы решили посмотреть, смешали с окислителем, то сразу происходит окисление в синий цвет. Это значит, что у вас уже просроченная краска. И вторая причина – это температура. Чем выше температура в помещении, чем выше температура, при которой вы храните данную краску, тем реакция будет быстрее и цвет будет немного холоднее. Чем, соответственно, холоднее в помещении, тем реакция будет происходить дольше. Вот сейчас мы с вами сделаем эксперимент. У нас есть с вами два одинаковых сосуда. Берем 0,3-ю краску и приблизительное количество окислителя. Перемешиваем. Один сосуд мы оставляем, а второй сосуд начинаем подогревать. Что и требовалось доказать. Один темный, другой светлый. То есть, если у вас температура в помещении выше, либо у клиента температура, может быть... Это я куда-то уже не туда. Если температура выше, окисление будет происходить быстрее. Надеюсь, видео для вас было полезно. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok